Здарова! Буквально 5-секундный видос. Насколько ты, наверное, уже в курсе. Сегодня открылись... Сегодня 15-е? Да, сегодня 15-е. Сегодня открылись продажи книги с флешкой. То есть вот этой маленькой партии, специально выделенной. Поэтому ты еще можешь успеть заказать и приобрести книгу, либо флешку. Если ты приобретал мою книжку, я надеюсь, она тебе очень понравилась. И, соответственно, ты можешь начать теперь уже внедрять это в жизнь и приобрести диск с практикой, то есть флешку с практикой. Количество очень ограничено. Хотя вообще хотел сказать про честность, конечно. То есть не могу просто рассказывать про какие-то новости без контента. То есть мне хочется как бы дать тебе какой-то контент. Смотри, то есть сейчас пишу вторую книгу, и там будет очень много про внутреннюю честность, вообще про понятие внутренней честности. То есть тебе необходимо быть научиться честным с девушками, тогда все это будет гораздо лучше и легче получаться. То есть многие боятся, что вот их увидят не в том свете, в котором бы им хотелось. То есть и в этом вся проблема. Вы напрягаетесь, вы зажимаетесь, вы хотите показаться лучше, чем вы есть на самом деле, потому что вы сами себя не считаете достойными. Вот. А когда вы честны, то есть вы подходите и говорите, привет, слушай, я волнуюсь, как бы, ты прикольная. Я не знаю, что тебе говорить, я, знаешь, блядь, у меня даже голос трясется, но ты очень классная, давай поболтаем. Или, например, соответственно, тот момент, когда люди спрашивают, а что делать, если, как расстаться с девушкой, то есть если как бы она привыкла, а я вот с ней не хочу продолжать общение. Здесь тоже нужна честность, правда, здесь уже нужны какие-то яйца, потому что все же мы хотим быть хорошими, все мы не хотим причинять боль. Вот, все мы не хотим выглядеть мудаками, да, здесь придется выглядеть мудаком в ее глазах. По поводу свидания, то же самое, то есть честность нужна на свидании, почему, потому что, ну, потому что, в первую очередь, честность перед самим собой. Ты сидишь, тебе хочется поцеловать, тебе хочется потрогать, ты говоришь себе, что, блин, ну мне же охота, то есть, как бы, ну я боюсь, что меня отвергнут, зато ты себя не обманешь. И если ты будешь ее трогать, целовать, она скажет, чувак, что ты делаешь, там, мы мало знакомы и так далее, то есть, ну, можешь ей сказать, слушай, ну, зато я себя не обманываю, я действительно искренне хочу тебя потрогать, мне нравится тебе прикасаться, я хочу тебя поцеловать. Вот, честность работает всегда и везде, ребят. Поэтому, пожалуй, одно из главных правил, то есть, которые вам надо освоить, которые вам надо применить и внедрить. Вот, что касается книжки моей, там очень много про это написано, ну, кто ее уже прочитал, я думаю, они в курсе, о чем я. Кто еще не прочитал, вы можете ее приобрести. И что касается флешки с практикой, ну, вообще, вся моя практика, вся моя теория и практика пикапа в моем понимании, она основана именно на внутренней честности. То есть, она основана на том, что все должно быть как можно проще. Никаких там секретных фишек, каких-то супертехник, каких-то там практик из НЛП. То есть, все должно быть максимально предельно просто. Это просто должно встроиться в твою нормальную жизнь, то есть, общение с красивыми женщинами, либо общение с одной красивой женщиной. То есть, не меняя жизни в целом, это встраивается как бы туда настолько плавно и постепенно, что ты даже не замечаешь, что особо сильно пришлось напрягаться. Хотя первое время, делая задание практики, тебе придется немножко попотеть. Я сразу говорю, что это не будет вот так вот по щелчку. Но, опять же, кто говорил, что будет легко? Все самое лучшее, в том числе и женщины, достается только тем, у кого есть яйца, кто может себя взять в руки, взять себя за них и, соответственно, побороть какие-то свои страхи. Вот. На связи был Шамшурин. Приобретай книжку с флешкой. Будь честным с самим собой и с девушками. Увидимся. Ссылка под видео.